О, вот это гимн, это я поднимаю. Ливан, так понимаю. Ох, мальчик. Вот так выглядит Ливан. Ой, интересно, что там? Где он? Я бы не отказался побывать. Да, я только что был, я только что оттуда. Там интересно было. Погулял, что-то я устал. Надо, наверное, отдохнуть, фильмец какой-нибудь посмотреть. Вот я, как всегда, пригласил 25 гостей, которые принесут эти 5 кассет. В чистоте новых. Да, из которых Маркус поможет нам выбрать, какой же фильмец мы с друзьями сегодня будем смотреть. Итак, друзья, начнем. Первые пингвины из Бадагаскара. О, привет, пингвины. Что вы притащили? По шучьему велению. О, великая советская фильм-сказка. Фильм Александра Роу. А также из-за гор высоких, из-за границ, из-за застап, все царь-гороховые места, скорее развеселить царицу, приучались тучи и женихи, и все давай, ха-ха, ищи. О, великий царь горы лысый, князь белой и черной крысы. Забыл. Забыл. Ну и прочее, прочее, прочее. О, конечно же оставляем. Я, в принципе, в детстве все сказки Александра Роу видел. Вот. Они очень прикольные. Следующий Чарли. Так, ну, что ты нам привез? Гадкий утенок. А, это американская. Вернер Бразовская версия. Мне русская версия лучше нравилась. Я помню. Да, обычно я. Что ж, тогда я лучше пойду. Спасибо за ночлег. А, всегда к вашим услугам. Всегда. До свидания. Желаю удачи. Нет. Ладно. За дело. Это гадкие. Утенок, ученик. Да. Вернер Бразовская версия. С отличным дубляжом. Мы требуем, чтобы нас выпустили. Требуете? Да, требуем. Конечно же, можно оставить. Не только можно, а и нужно оставить. Так. Так, следующий у нас... Йода. О, повелитель космоса. Недотёпый. О, комический сериал Семён Альтова. Помните этого юмориста? Это Семён Альтов. О, комический сериал Семён Альтова. 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 Не хотел бы я к такому парикмахеру. Где мои волосы? Не хотел бы я в такую парикмахерскую сходить. Следующая у нас Куала. Да я же сто раз говорил, я статуя свободы. Волшебная флейта. О, это что-то невиданное. Покажи. Magic Flute. Тоже зарубежная версия. Ты будешь даже более могущественна, чем Королева Ночь. И вот почему она забрала тебя у меня. Когда ты родилась, через своего рождения был устроен праздник, и твои предки подарили тебе волшебный медальон. Когда Королева Ночь появилась неоткуда и похитила тебя, поклявшись, что будет держать тебя у себя до 18 лет, пока не настанет ночь, когда ты наследишь всю силу. И как раз до того, когда ты обретешься волшебство, она украдет у тебя твой медальон, чтобы оставить себе всю волшебство. Вау, неплохая карамельная версия. Я искал тебя. Ладно, оставайся. Ты королева Ночь. Следующий у нас карамелька. Я знаю, что надо делать. Надо оставить волшебное путешествие. Да, ну давай посмотрим, что это за мультик. Волшебное путешествие. После волшебного путешествия запись какая-то. После мультфильма. Корабелька, по-моему, ты перепутала кассеты. Так что дыши обратно. Следующий у нас дракон. Ну, что ты... Том и Джерри в детстве. Котик-пиратик. Пиратик. Пират Том. Ладно, посмотрим. Вонючка. Как это его звали собаку? Спайк Опять Спайк спит и нельзя его будить Эта сцена во многих мультиках повторяется Не будите спящего Спайка А! Нет Нет! Ладно, оставляем, конечно же. Так, следующий у нас Зовушка. Ну, а ты что принесла? Томми Джерри в детстве. Межгалактический пёс. А, этот жёлтый, межгалактический пёс. Межгалактический крокодил. Экспресс. До Флориды. До Флориды. Всё, пока-пока. Я уехал, я уехал. Прошу прощения, котик, это место не занято, нет? Что же я вижу? Ты направляешься со своим приятелем Зерри со мной во Флориду, где мы сможем немного поупражняться в борьбе. Таких Томми Джерри я ещё не видел. Давайте оставим, конечно. Это что-то невиданное. Ещё и с переводом. В следующий у нас Винни Пух. Ну, Винни, ты что принёс? Томми Джерри в детстве. Мощёнок Бэтмен. Это Джерри Бэтмен? О, точно Джерри Бэтмен. Не повезло Тому. Бедный Том. Он едва поспевает за этой мышью. Можно подумать, что ему что-то. Полагаю, придётся отдать его в кошачий дом для предстоян. Вначале ещё и славится. Ладно. Это тоже я не видел, кстати. Томми Джерри в детстве. Эти мультики я как-то пропустил. Не смотрел. Следующий у нас По. Ну, что телепузики смотрят? Шинячие истории. Заснённые снегом. Ага. Ну, давай посмотрим, что там за истории у нас. Сидячие истории. Вот моё второе имя. Транс. А я всегда думал, что он был. О, мальчик. Простишь ли ты уже совсем не жадного папу, а? Я рад, что ты опять стал собой, мой милый экономный папа. И тут тебя... Эй, мистер Олден, сэр. Простите. Но вместо того, чтобы быть врагами, давайте станем друзьями. И, видя ваши пинты, я могу посоветовать хорошего врача. А-а-а-а-а-а! Я хочу, я хочу, я хочу пожать вам руку. Имейте поздравления, как первые, нашедшим мое сокровище. Ну, зачем вы нас пугали? Ой, я просто забавлялся. Таких тоже я щенячьих историй не слышал и не видел. Ну, какие сегодня интересные видеокассеты. Невиданные такие. Следующий у нас Хаук Смэш. Варвара краса, длинная коса. Это Халку девушка понравилась, да? Ну, чего такая девушка. Наследие Александра Роу. Еще одна, фильм-сказка Александра Роу. В этих сказках всегда это как Баба Яга нравилась. Актер этот крутой. Георгий Милдер. Да, Георгий Милдер. Такую классную Бабу Ягу изображал из себя. Ну, вот так. Ну, ладно, оставим, конечно же. Память великого режиссера, сказочника Александра Роу. Следующий у нас Губка Боб. Ну, что ты нашел на дне океана? Василиса Прекрасная. О, еще одна фильм-сказка. Так. Мастера кино. Василиса Прекрасная. Здравствуйте. Ух ты. Как я раньше, декорации делали. Кузнец. Здорово, Кузнец. Здорово, добрый молодец. Ну? Куда путь держу? Куда путь держу? Про то сам знаю. Ну, садись. Воськи будешь. Ладно, вставляем конешнюю. Варвара. Это какая была? Александра Роу. Ага. Значит, Лиса Прекрасная. Следующий у нас Гомер. Ну, а что Симпсоны смотрят? Алиса в Стране Чудес. О! Ясенька, это для господина Михеева печально. Это для тебя, Михеев. Да, не мультик, а целый фильм. Теперь, Михеев, ты обязан посмотреть этот фильм с начала и до конца. Круто. Да, мультик я видел, фильм не видел, кстати. Оказывается, есть и фильм. Это как она попала в Зазиркалье, да? Круто. Интересно, на какой широте или долготе? Правда, я понятия не имею, что такой широтой долгота, да, вау. Наверное, она будет Чорная Королева. О! О, это кролик! 3D-анимация сделана. Прикольно. Эо! Мне уже начинает нравиться этот фильм. Да, Михейл? Для тебя? Да, посмотри. Мне лично понравилось. Начало. Кролик какой классный. Побежал! Solis Следующий — Салли Ну что... Печальная новость! Мистер Уоттернус умер от сердячного недостаточности Ух ты... Я для него выбрал посёту «крыша мира» Ну давай Он был нашей крышей «Денис Хоппер», ага У себя корректы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Такая малосвыходная песня. Да, я знаю. Так, представляем, конечно. Так. Идем дальше. Следующий у нас Крэйзи Фрог. Привет всем. Я вам клипов притащил. Ха-ха-ха. Да? Представляем. Следующий у нас Викинг. Ну, ты что-нибудь скандинавское притащил? О, шведскую группу. Дэйс оф Бэйс. Хэппи Нэйшн. Счастливые... Счастливые люди. Нет, счастливая нация. Ну да, нация, люди. Нэйш. Нэйш. Тоже была группа популярная. В 80-х, 90-х годах. Поставим, конечно же. О! Счастливые люди. Осоединяйся к нам. Счастливые люди. Следующий у нас Фрог. О! А ты что притащил Фрог? Увидишь. Ну все, вспомнили! Яну Кей, Яну Кей и Озонс, вспоминай меня, вспомнишь, конечно, супер-хит 2000-го года. Ну, не 2000-го, а 2007-го, наверное. Так, следующий, Моу Няму Куин. Качао, всем! Послушаем мою музычку теперь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Тоже супер-хит. Ладно, дальше пошли. Следующий у нас Ну-Ну. Так, ну, прибраться тут у вас надо. Тут у вас грязно, пыли много. Пока я прибираюсь, вы послушаете, да, песню? Субтитры сделал DimaTorzok. Это Каптейн Джек. Да? Каптейн Джек. Я другие просто песни слышал, Каптейн Джек. Это я даже первый раз слышал. Это же Мексиканец. Ну, в Мексике что слушают? 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 Да, если кто знает ее, мы такую не знаем. И последний гость на сегодня, это Майнкрафт-свинья. Ну, что в Майнкрафте слушают? Да, какая музыка звучит в Майнкрафте? Посмотрим. Ого, Майнкрафт начал Майкла Джексону слушать. Великий, непродражаемый Майкл Джексон. Ну, что мы будем смотреть с друзьями? Алиса, стране чудес.